приветствую вас золото из микросхем и позолоченных контактов в этом видео я буду обрабатывать вот такие позолоченные контакты от разной техники а вот фильтр на котором я поймал позолоту от 30 телефонов переработку их я не показывал но все по старому методу обработал азотной кислотой позолоту поймал на фильтре с белой мутью дальше предстоит избавиться от мути методом обжига закидываем материал в колбу сейчас я буду травить позолоченные контакты в азотной кислоте как уже показывал а вот вам реальный пример что может произойти в закрытом помещении в моем случае все обошлось потому что я занимаюсь на улице но в гараже или в любом другом помещении вы можете реально потравить себя и остальных если произойдет вот такое будьте осторожны азотная кислота в летний период не шутка реакции протекают слишком активно может даже разорвать колбу на момент маленького чп никого рядом не было через несколько минут реакция спала азотные пары развеялись и я продолжил травить позолоченные контакты только на этот раз я стал подливать азотную кислоту маленькими частями добавляя один 20 миллиграммовый шприц каждые пять минут нескольких часов мне хватило растворить ненужные металлы а вот и позолота которую осталось поймать на этом фильтре что я показывал начинаю фильтровать полученный раствор позолота задержится на этом фильтре чтобы быстрее отфильтровать раствор начал фильтровать еще через вот такой маленький фильтр ну вот за пару дней все отфильтровал этот полученный осадок буду обжигать тут позолота пластмасса все что не надо сгорит муть сгорит ненужный раствор можно вылить вот немного выделилось серебро на дне хлорид серебра белый вот можно вверх аккуратно слить и серебро забрать и тут тоже немного осадок золото сейчас это буду обжигать ну вот готовый материал закинул осадок в печь и в течение нескольких минут обжег пластмасса бумага муть сгорела а золото осталось также между делом обгорели микроконтроллеры от сотовых телефонов и я убил двух зайцев сэкономив время и нервы на их доработку ну а как остыл материал я это все потолок и пришло время это все растворить в царе готовый материал первым делом я вот столько взял соляной кислоты и налил в посуду а дальше закрыв крышечку я стал добавлять малыми частями азотную кислоту а реакция протекать стало сразу все растворилось уже все отфильтровал вот сколько получилось раствора наливаем железный купорос и добавляем в раствор золото выделяется сразу перосульфид на тот период у меня отсутствовал и я применил старый метод железный купорос помешиваем и даем постоять несколько часов дальше я большую часть раствора вот так перелив шприцом а вот и осадок золотом получилось не очень много как потом оказалось большая часть золота выпала в осадок еще при его растворении из-за грязи а вне съемок я снова протравил тот осадок и получил еще золото больше чем здесь но снимать это не стал пришло время поймать осадок и сплавить его весь осадок убираем в тигель можно начинать плавить прямо мокрый осадок так даже лучше получается только перед этим его хорошо промываем водой максимум музык максимум музык через минут 15 я все сплавил но этот раз осадок не сплавился в один цельный кусочек из-за большого количества разной грязи и бумаги получилось сплавить большую бусинку и крупные песчинки а также просто золотой песок сейчас посмотрите это не проблема его переплавить в цельный кусочек а еще примерно столько же золота я получил от доработки осадков в несъемок а 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 и а а а и а а а Проделал всё то же самое, что уже показывал много раз, а вот и осадок с золотом. Вот такая бусинка получилась и дополнительно золотой песок. Частота этого золота сильно отличается от выделения пиросульфитом. Золото, полученное гидрозином и железным купоросом, не такое ярко-жёлтое. А его частота примерно 900-950 единиц. Но тем не менее, это золото, и если мне понадобится, я его доработаю пиросульфитом. А на этом конец. Видео сделал специально, коротким и понятным. Вот результат золота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова